Угрозы и насилие по отношению к общественникам и вообще всем, кто осмеливается защищать свои права, стали у нас нормой. Их бьют, отбирают или уничтожают собственность. В селе Фонтанка подожгли строящийся дом местного жителя. Хозяин уверен, что это месть. Строительство было уже почти завершено. После монтажа крыши собирались ставить окна. А там и до новоселья недалеко. Теперь его придется отложить. Нужно менять крышу. Хозяин связывает случившееся с конфликтом вокруг строительства церкви. Год назад застройщик перекрыл дорогу общего пользования. Несколько домов на краю села оказались отрезанными. Добраться к ним можно было только в объезд по разбитой грунтовке, где после дождя непролазная грязь. Сельский совет Фонтанки мог бы потребовать у застройщика привезти дорогу в порядок или найти деньги на ее ремонт. Противостояние едва не закончилось дракой. В конце концов жители добились освобождения проезда. И вот теперь у самого активного из них горит дом. Охранять стройку некому, чем и воспользовались преступники. В том месте, где они перелазили, на заборе остались следы. После выхода репертажа вашего неоднократно были в адрес моей семьи угрозы физической расправы. Также о том, что мы здесь жить не будем, потому что поле может сгореть. Естественно, такой был прозрачный намек на то, что может и дом сгореть. Но вот прошел год и результат налицо. Прямых доказательств связи застройщика с поджогом у хозяина нет. Но есть веские основания для подозрений. В день тогда того ролика, когда мы снимали, полиция даже не приехала. Вызывали мы неоднократно, по-моему, даже и при вас мы вызывали, и на 102, и на Фонтанскую полицию, и на Черноморскую, и на Коминтерновскую. Мы писали, звонили, вызывали, никто по вызову не приехал. Мы неоднократно обращались в полицию с заявлениями. Следующее – ожидать физической расправы. Ну, не хотелось бы. Сейчас полиция ждет заключение пожарных о причине возгорания, и тогда, возможно, начнется уголовное производство. Но независимо от этого, одна из обязанностей полиции – профилактика преступности. Есть даже подразделения превентивной деятельности. Или наши стражи порядка ждут, пока произойдет убийство? Александр Виноградов, Юрий Рух, телекомпания КРУХ.